Всем привет! С вами Денис, вы на канале Сампаллаб. Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Перед началом я хочу в очередной раз напомнить, что у нас есть альтернативные площадки. Подписывайтесь на нас в БК. В БК-видео можно смотреть. Также у нас есть телеграм-канал, где есть анонсы наших видео, дополнительные новости, бэкстейджи и так далее. Там же я тоже отвечаю на вопросы. Поэтому переходите по ссылкам, подписывайтесь, чтобы не потеряться в такое непростое время. Начнем с БЛИЦа по мотивам ролика про усилитель МИРИАД. БЛИЦ будет небольшой, но все-таки Александр Тимошенко, допустим, спрашивает. Интересно, блок тембра какой-нибудь хотя бы есть? Да, есть, там полноценный, можно сказать, даже почти эквалайзер. Так что в этом плане все предусмотрено. Плюс даже есть выход как с предусилителя, его можно как предусилитель использовать. Дальше спрашивают, читает ли он хорезы с флешки. И там, в принципе, даже сами пользователи отвечают. Спасибо за участие. Да, читает и даже обложки показывает. Полноценные проигрывания с флешки в нем есть. И это плюс. И дальше у нас схема небалансная. Зачем тогда вход XLR, спрашивает на эту тему Андрей Семенов. Ну, смотрите, Андрей, да, схема небалансная. XLR-вход здесь какого-то преимущества по сравнению с всех сей не даст, если мы не имеем в виду большие длины. Вряд ли какие-то будут большие длины внутри помещения, но это удобство коммутации. Мало ли какой есть источник, мало ли как можно это все соединять. Допустим, есть балансный источник, а там небаланс занят. И всегда есть возможность соединить аппараты к XLR. Это относится и к таким, как Мериад, и к Премьере. Вот много таких вопросов. И вообще к любым. На самом деле, если посмотрите, огромное количество Hi-Fi усилителей, которые небалансные, но имеют XLR-вход. Потому что это просто удобство коммутации. Это возможность, которую производитель встроил. Она может кому-то пригодиться, и много кому пригождается. Поэтому то, что это есть, это хорошо. А то, что схема небаланс, ну факт. И это ничего не меняет. В общем, наличие таких входов улучшает коммутацию, упрощает взаимодействие. А если уже вдруг получается, что источник находится где-то далеко, то и на большой длине это может даже стать преимуществом. По мотивам этого же ролика, там ржавый паяльник, допустим, у нас пишет, что значит интегрированный усилитель, куда он интегрирован, когда и зачем. Усилитель бывает полный, бывает интегральный. Но интегрированным он быть не может. Я почему зачитываю вот этот комментарий. На этом примере хочу показать. В последнее время, прям в роликах наших, много вот таких персонажей появляется. Во-первых, я хочу призвать вас общаться нормально. Ну, почему не нормальный вот этот комментарий? Давайте обсудим. Можно написать по-человечески. Можно написать уважение. Я не про себя, а вообще всех собеседников. А то в комментариях начинаются там клоуны, какие-то детские абсолютно оскорбления. Начинаются люди выяснять какие-то отношения, куда-то с собой звать. Ребят, мы тут на хай-фай канале. Мы вообще занимаемся тем, что рассуждаем про аудиотехнику. Не самую простую, и в основном даже и не самую дешевую. Ну, вроде как серьезные взрослые люди. Тем более вижу статистику аудитории. У нас младше 25 практически никого нет. Вы зачем, как дети-то малолетние, друг на друга начинаете кричать? Или вот такие комментарии мы пишем. Во-первых, не может быть интегрированным, может быть интегральным. Ну, вот это что значит? Что такое интегральный усилитель, если не интегрированный? Интегральный с точки зрения холистической философии или с точки зрения математики? По отношению к усилителю полному... Вот полный усилитель, это по-русски, да. Полный усилитель, который включает себя в предусилители, дополнительные функции, как там тембр-блок, блютуз, ЦАП и так далее. Да, это можно все назвать полным усилителем. Есть устоявшиеся какие-то значения, которые мы сами, ну мы в смысле как сообщество придумали. Много этих обсуждений уже даже на этом канале, на соседних каналах. Там у Миши Борзенкова, как самого яркого представителя этого, сколько раз уже это все обсуждалось. Интегральный – это скорее перевод, достаточно косячный, с английского. И он мало имеет отношения. Интегрированный – слово, которое обозначает то, что какая-то система, в которой интегрировано множество функций, подходит больше, я считаю, и мы это уже обсуждали, опять же, с большим количеством людей на этом же канале за эти многие годы. Интегрированный – этот термин, ну логичный. Самый логичный – полный усилитель. Но это не всегда используется, но и не всегда удобно использовать. Но если мы хотим это обсудить, давайте это обсуждать все в нормальной манере, а не попытках доказать, кто из нас там умнее, не умнее. Вовремя поправить оговорку, либо договориться о каком-нибудь понимании терминов – это всегда хорошо. Но оскорблять друг друга давайте не надо, а то вот как-то уже придирались там проигрыватель винил или виниловый проигрыватель. Ну, понятно, что он не виниловый, но и проигрыватель виниловый – не полный термин. Но мы можем договориться о каких-то терминах и вежливо друг другу об этом сообщать. В общем, я надеюсь, что вы мой посыл поняли. Давайте, как взрослые люди, не нагнетать обстановку хотя бы на таком нашем уютном маленьком хай-фай-канальчике. Чтобы немножко понизить напряжение, создавшееся в нашем ролике, давайте юмористический вопрос разберём от Игоря Лосева. Благодарю за видео. Вот дурной вопрос. Знаю, может, даже священную войну устроим тут. Но какой вариант усиления лучше? Стереоконечник с двойным моно? Два моноблока? Или два стереоконечника с двойным моно по биампингу и активным кроссовером? Ну, есть ещё и четвёртый вариант. Что будет самым лучшим? Четыре моноблока и активный кроссовер? Ну, это так всем понятно. Хотел бы услышать или прочитать комменты по поводу первых трёх вариантов. Ну да, цена на весь сетап одна. Или очень дорогой стерео, или два моноблока подешевле. Но конечная цена одна. Допустим, 5000 евро. Вот такой вот вопрос. На мой взгляд, весёлый. И я предлагаю, как Игорь тоже нам предложил. Хотите в комментах. Давайте обсудим этот момент. На мой взгляд, вопрос не имеет особого смысла, потому что нет ответа, что лучше. Два оконечника стереоусилителя, двойное моно или полностью балансное. Просто как решение, оно не всё идеальное. Если бы было какое-то одно идеальное решение, мы бы всем этим идеальным решением бы и пользовались. Потому что, на самом деле, сочетаемость с источником, с жанрами, с акустикой. То есть, если мы берём вот этот максимальный вариант с активными кроссоверами, с пополосным усилением и так далее. Ну, это целая система, которую нужно разработать. Она всё равно будет разработана на конкретный слух конкретного человека. Она всё равно не будет универсальной. Я слушал такие кастомные, так сказать, разработки, и они не сказать, что, ну, это всё, это конец. Для человека, который это разработал, это действительно конец пути. Это такой истинный хаэнд. Но он не всем понравится. Нет идеального решения. Иногда в какой-то системе, в каком-то сетапе и в определённом помещении лучше будет играть простая связка из усилителей, акустики, источника. А где-то нужно городить что-то очень сложное с пополосным усилением. Ну, это моё видение. А какое у вас, напишите в комментариях. Следующий вопрос у нас от Константина Иванова. Это уж совсем классика жанра. У нас вопрос к усилителю YOTA-VX M3. Денис, добрый день. Сдали Аберон 1.3 и Аптикон 2. Динаудио Эммит 20. Баррис Вилкинс 606 S3 и 607 S3 будет играть, в том числе рок. Что бы вы с перечисленной акустикой посоветовали для этого устройства? Ну, давайте так, Константина. Моё субъективное восприятие, что вот этот вот YOTA-VX, который M3 с интегрированным стримингом у него, лучше будет работать с такой акустикой, как Дали. И Аберон 1, и Аберон 3, и даже Аптикон. Я бы выбирал оттуда. Добавил бы туда ещё Триангл, допустим, BR03. Вот такую акустику для этого усилителя. С Динаудио будет достаточно нежизнеспособно, потому что мне лично, кажется, не хватит жизни. А с Баррис Вилкинс, наверное, даже слишком легковато. Поэтому вот я бы посоветовал Дали и Триангл для него. Вот из перечисленных. Плюс вот как бы мой совет отсюда. Отыскал тут два довольно старых уже вопроса, касаемых наушников Града. Это, ну, ничего удивительного. Один к ролику про Рун вообще, ну, не очевидно. А другой к ролику про Града, конечно, но к тому, где я ещё вообще здесь не присутствовал. То есть, ну, не там спросили, и я, к сожалению, не увидел. Но в любом случае постараюсь ответить. Вопрос первый. Немного не в тему, но хотелось бы, чтобы меня услышали. Приобрёл Грады RS500E. Хотелось бы от вас услышать больше информации о них. На ваш взгляд, они лучше, чем RS1EX или RS2EX. Хочу ещё Грады 2000 серии. Сильно ли она отличается от 1000? О них очень мало информации. Я понимаю, надо слушать, но по возможности сделайте обзор. 3000 цена ломится. Да, есть конкуренты, например, сенхи 800. Какое ваше мнение? Ну, смотрите, Грады вообще наушники, с одной стороны, максимально простые. Но в том плане, что это открытая конструкция. Конструкция придумана ещё в середине прошлого века. Ну, ладно, не в середине, в 80-х, мы же знаем. Но в придуманной в 80-х годах прошлого века, не сильно-то модернизированной, как конструкция. Вот чуть-чуть начали кабели менять в последнее время. Ну, и кастомные динамики. То есть, с одной стороны, если долго не вслушиваться на одном сетапе, то одни Грады звучат почти неотличимы от других Градов. И как будто бы одно и то же. Но если начинать вникать в нюансы, слушать на любимых треках и слушать внимательно, то начинаешь слышать, что это разные наушники, они по-разному настроены. И вот ваши, конечно, будут отличаться от RX-1 или RX-2. Мне RX-2 мягче они звучат, на мой слух. И чуть более глубоко в плане погружения именно в фонограмму, в плане деталей. Что касается баса, там плюс-минусы похожи. Но наушники сами по себе похожи. И разница она, вот, в общем-то, в нюансах. Но рассказать эти нюансы на словах особенно, касаемо Града, практически нереально. Это действительно надо послушать. Это как между тысячной и двухтысячной, тоже вопрос. Какой бы я обзор ни делал, если честно, рассказать разницу в нюансах, ну, это прям очень тяжело. Естественно, двухтысячные лучше звучат. Но они звучат прям, ну, это совсем тонкая разница. Это тот самый путь, когда ты, прибавляя сильно в цене, прибавляешь не так сильно в качестве. Но для кого-то это очень важно. Что касается трехтысячных, ну, это совсем пик, да. И они очень крутые на самом деле. Но очень специфичные. И учитывая их стоимость и то, как они сделаны, на мой взгляд, это прям совсем для фанатов таких наушников. Открытых, вот этих классических, динамических, бруклинской компании. Поэтому, к сожалению, я вам не отвечу на этот вопрос. Просто потому, что надо все равно послушать. Никакой обзор за вас эту работу не проделает. Но зато следующий вопрос, на мой взгляд, имеет простой ответ. Rock, Metal, Black, Trash, Dead тащат эти наушники? Если да, то какие лучше взять? В тяжелой рок-музыке сильные басы не важны. Слай Фокс задавал вопрос про наушники Грады. И, честно говоря, ответ, конечно, нет. Но они никогда не разрабатывались под эти жанры. Не предполагались и не предполагаются и по сей день. Так что, на мой взгляд, для таких жанров надо рассматривать совершенно другие наушники. Ярослав Осетров спрашивает по мотивам ролика про классические Y2X, SA3, NP3 и PA3. Ну, вот эти тонкие компоненты их. Спасибо за обзор. А какие полочные АЭС можно рассмотреть в дополнении к Y2X, SA3, кроме KEF? Для камерной акустической музыки, легкой электроники и кино. Здесь, на самом деле, ответ несложный. KEF-то не обязательно рассматривать к ним. Просто даже в обзоре отмечал, что просто с KEF они хорошо играют, даже с R-серией, хотя этого от них не ждешь. Учитывая ваши жанры, которые вы перечислили, можно рассмотреть смело Fidel, Danton, Linton в зависимости от комнаты. Просто красиво играет и в этом ценовом сегменте, если мы далеко от KEF-серии уходим, то KEF Danton, KEF, ой, KEF, Warfidel Danton или Warfidel Linton для данной музыки хорошо подойдут. Можно аптеку на Дали легко рассмотреть. Опять же, вот то, что вы указываете в плане композиции. Они, JVX, хорошо работают и с Acoustic Energy, но это немножко в другую степь, чуть более точно, чуть более детально, менее воздушно. Ну, вот с ними тоже хорошо. В целом, это очень универсальные источники, у них такое крепкое британское звучание, вот в классе AB, довольно живое, и большая универсальность в плане подбора акустики. Поэтому тут можно смело экспериментировать и подбирать разные полочники. Ну, и как рекламу Телеграм-канала, я почему про него уже второй ролик говорю, ответов я имею в виду, потому что если мы разбираем какие-то нюансы, вопросы чуть более тяжелые, мне на самом деле интересно порой бывает разбирать ваши вопросы и отвечать, но иногда требуется какое-то уточнение, общение. И в Телеграм-канале, в рамках Телеграм-канала мы напрямую можем это обсудить, плюс обсудить это еще и дополнительно с подписчиками, которые там есть уже, и более полноценно найти какое-то решение, просто из интереса. И как пример, вот недавно на Телеграм-канале разбирал вопрос из Дзена, вопрос следующий. Мой Фидель М5СА отказывается работать с 4-х омными колонками, хотя это не слабый усилок, 150 ватт на 8 ом. С дешевыми Дэвисами Майя 4,6-91 дБ он справляется на ура, просто волшебная середина и ВЧ, плюс старый РЛ-Т3. Но он напрочь отказывается петь с Динаудио, с Факал, с Файнаудио, с Дэвисами другой линейки, с Пимси, с Параак, как будто одеялом их накрывают. А звук у него просто волшебный, похожий на лампу. Почему так сложно подобрать к нему колонки? Вопрос нам показался интересный, мы с Володей, с нашим инсталлятором сели посмотреть, ну вопрос интересный. Но, честно говоря, изыскания были недолгими, потому что если мы зайдем на характеристики по спецификации аппарата, мы увидим несколько простых вещей. Во-первых, мы увидим, что мощность усилителя 150 ватт, но на 8 ом. И предполагается, что ниже нагрузка он проседать не особо-то и должен, потому что он рассчитан именно на такую легкую нагрузку и высокую чувствительность. То есть аппарат, с одной стороны, довольно мощный, но с сопротивлением работает плохо. И, опять же, опускаясь ниже, мы увидим, что демпинг-фактор там 36 единиц. Это низкий показатель, и, если честно, это ламповый показатель. В прямом смысле у ламповых усилителей такой или даже бывает ниже. И получается, что низкий демпинг-фактор, высокая мощность, но плохая работа с сложной нагрузкой делают этот усилитель более певучим. Там какие-то послезвучия остаются, он более открытый, но он просто не способен работать с тяжелой акустикой. То есть это транзисторник, но сделан такой, немножко в ламповых лекалах. И с легкими дэвисами, у которых небольшое сопротивление, при этом высокая чувствительность, усилитель раскрывает свою красоту, то, как он умеет работать. Но с тяжелой нагрузкой он просто проседает, он не может контролировать такие акустические системы, как Dinaudio или PMC, а это тяжеленные акустические системы, и просто так сдувается, грубо говоря. И вот причина, почему мы постоянно говорим, что подбор компонентов очень важен. Важен не класс даже компонентов, а именно подбор, их взаимная работа друг с другом, вот эта синергия. И вот это тот самый яркий пример, где прям подбор компонентов необходим, внимательный, чтобы все это заиграло вместе. Вот такой был вопрос, такой вот ответ. И это в телеграм-канале, такие моменты можно всегда обсудить, поэтому проходите, подписывайтесь. Напоследок, по традиции рекомендации в плане музыки от меня, сегодня будет буквально одна. Это группа Тиреля или исполнительница, потому что, ну, это группа на самом деле, но исполнительница там Настя Тиреля. Это певица, актриса, и у нее очень интересный проект музыкальный, на мой взгляд. Тут вопрос, что посоветовать. У нее есть совершенно новый альбом «Инструкции по уходу» 24-го года, и он замечательный, один из лучших инди-альбомов. Вот это не только мое мнение, я просто с ним согласен. Один из лучших инди-альбомов 24-го года на данный момент. Это такой поп-инди, интеллигентный, достаточно интересный. У девушки интересный и такой артистичный голос, и подача, и манера пения. И мне это очень нравится, потому что она так и очень живая в этом плане. И альбом получился хороший, и в плане тематики, и он такой концептуальный, я бы сказал. Все-таки вот этот подход девушки как лидера группы, и сердца, и мозга группы, он подразумевает некую концепцию. Вообще у нее концептуальные альбомы, и можно посоветовать «Инструкции по уходу» альбом. Но мне хочется больше посоветовать альбом 21-го года, который называется «Так и должно быть». На мой взгляд, тоже не менее замечательный альбом, проникновенный, любопытный, опять же, с интересной манерой и с очень интересными песнями. В том числе мне нравится последняя композиция, где я все потерял. Такая летняя, на мой взгляд, и интересная. В любом случае, ознакомьтесь, если вы любите, как я, нашу современную индию сцену, ну, даже инди-направление. На мой взгляд, сейчас в России оно очень развивается хорошо, большими темпами, крайне много классных, самобытных, совершенно не похожих друг на друга и ни на кого более коллективов. И с огромным удовольствием нахожу для себя вот таких вот новых молодых исполнителей и новые молодые коллективы. Вот такая сегодня у меня рекомендация. На этом я предлагаю сегодняшний ролик закончить. Пишите в комментариях, я вас батил на комментарии уже раза четыре. Вот по всем пунктам, пожалуйста, и отписывайтесь. И не забывайте подписываться на другие наши платформы, на ВК, в Телеграм и не потеряемся. С вами был Денис, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok